Не было опознавательных маячков на барже. Это и могло стать причиной ЧП на реке Черной в Сургуте. Владельцы катеров и яхт на частной стоянке уверяют, грузовые судна ночью невозможно заметить. За освещение нужно доплачивать дополнительно, причем не маленькие суммы. С новыми подробностями об аварии, которая унесла жизни четырех человек в репортаже Светланы Круковской. Но с катера в смятку удар был мощный, а пришвартованную баржу на полном ходу. Судно вписалось в платформу для подъема и спуска грузов. Известно, что у руля был местный криминальный авторитет Владимир Зятьков. Он погиб на месте при столкновении. Еще три жизни забрала эта трагедия на реке Черной в Сургуте. Двух женщин и мужчины. Авария произошла на противоположной стороне. Туда на автомобиле не проехать. Поэтому спасателям пришлось перевозить погибших и пострадавших пассажиров судна на катере к этому берегу. Пострадавшие сейчас находятся в травматологической больнице. Четыре пассажира катера получили увечья в средней и тяжелой степени. Трехлетний ребенок в реанимации. За его жизнь борются врачи. Ребенок тяжелый остается в реанимации на искусственной вентиляции легких. Транспортные полицейские по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении управления и эксплуатации водного транспорта, которое привело к гибели людей. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме этого, следствием ведется установление и допрос очевидцев и свидетелей. Близкие друзья погибших винят в аварии владельца баржи. На грузовом судне якобы не было опознавательных маячков. Капитан катера мог просто не заметить преграду на пути к стоянке. Иначе зачем шел на большой скорости? На полном ходу ехали в баржу стоячую. А что-то отмечали? Нет, просто катались. Просто катались? Наверное, да. Баржи на этой частной стоянке расставлены словно капканы без опознавательных маячков. В такой темноте нулевая видимость. Вот и сыщикам, чтобы изучить детали аварии, пришлось светить фонарем. Они должны подсветить, если им платили. А если не платят, она просто пришвартовалась там по знакомству. Причины аварии установит следствие. Покорежный катер рано утром отбуксировали с места трагедии на специальную стоянку для экспертизы. Светлана Курковская, Рашид Лапипов, Вести Югория, Сургут.